Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Ильдар Кагиров. В начале выпуска коротко о главных темах. Одна плавучая гитара и одна груша на всех. В регионе прошел единый фестиваль авторской песни. О грушинских приметах и о том, что Барт это все-таки образ жизни. Подробный репортаж с Мастрюковских озер через несколько минут. Свадебный переполох в Самарской области. В канун Дня семьи, любви и верности и в сам праздник в регионе решили пожениться более 350 пар. Парад невест и женихов и самая массовая свадебная фотосессия в нашем выпуске. С национальным колоритом праздник урожая Мастрова отметили в Безинчукском районе. Гастрономические чудеса и изыски традиционной мордовской кухни успела попробовать и наша съемочная группа. Самарская область примет чемпионат Европы под жюдо среди клубных команд. Спортивные события такого масштаба в регионе проводятся впервые. Соответствующее соглашение было подписано сегодня. Дата и место уже определены. Кто приедет и у кого есть шансы на победу, узнала Ольга Павловская. Определена дата. 20 декабря. Место МТЛ-арена известен даже состав участников. Это лучшие клубы Старого Света. Почему на этот раз в России президент Европейского союза под жюдо отвечает, не задумываясь. Олимпиада в Лондоне, кстати, среди победителей которой и самарист Тайгир Хабулаев показала. Наши соотечественники лучшие. Хотел бы, прежде всего, поблагодарить губернатора за ту поддержку, которая получила идея организовать, провести чемпионат Европы среди клубных команд. Эти соревнования такого формата мы будем проводить в Самаре, в России в первый раз. На татаме выйдут сильнейшие европейские клубные команды. Германия, Франция, Италия, Турция и, конечно, Россия. Среди участников и известной клубы Санкт-Петербурга, Ивара Нева. Почетный президент организации Владимир Путин. На счету этой команды семь побед на чемпионате Европы. Аналогичный результат только у немцев. Сейчас принципиальный момент. Кто выйдет вперед? Для нас это важно. Надо прям престиж в целом спорта среди молодежи активно поднимать. И на самом деле дзюдо в Самаре является таким достаточно популярным видом спорта. Очень много молодежи, детей, занимается в секциях. Тренер у нас есть, свой олимпийский чемпион. Гости также отмечают последние два года. Самара в плане дзюдо заметна на федеральном уровне. Есть в том числе и перспективные спортсмены. Самарская область стала больше и больше проводить соревнований по дзюдо различного уровня. В том числе в этом году мы уже провели первенство России среди юношей до 13 лет. Также за месяц до чемпионата Европы и Золотой Лиги мы будем проводить вместе с вами Кубок России. Идет и развитие инфраструктуры. Уже принято решение о строительстве центра единоборств в Самаре. Это будет современный спорткомплекс, способный принимать соревнования мирового уровня. Ольга Павловская, Алексей Вернискин. Новости губернии. Дождались положенных соток. Сто многодетных семей Тольятти пригласили в мэрию для выбора земельных участков под индивидуальное строительство. Напомню, что закон, позволяющий родителям, воспитывающим троих и более детей, получать на дело, вступил в силу три года назад. Но до реального оформления в автограде дело дошло только что. Тему продолжит Ирина Грумеза. Наша комната. Здесь спит Олег, Лена, Света и я. Четверо по диванам. В семье Яковчук братья Олега, Святослав и сёстры Владлена и Света живут в одной комнате. Рассказывают, что передвигаются здесь по очереди. А делать уроки часто приходится на кухне или у родителей, чтобы никто не мешал. О частном доме, где у каждого будет своя комната, раньше могли только мечтать. Теперь появился реальный шанс получить на дел, продать квартиру и построить двухэтажку. Выбирай себе комнату. Какая у тебя будет комната? Вот эта, вот эта или вот эта? Выбирай самую большую. Старшая Светлана мечтает жить в собственной комнате на первом этаже. Об интерьере ещё не задумывалась, но уже знает, что приобретёт в первую очередь. Я хочу двухспальную кровать, чтобы она такая огромная-огромная была. Олег и Ярослав решили жить вместе, повесить в комнате баскетбольное кольцо и заниматься спортом в любое время года. А младшая Владелена заявила, каким бы большим ни был дом, она всё равно будет жить с родителями. На территории микрорайона Жигулёвское море для многодетных семей Тольятти подготовили 106 участков. Их площадь варьируется от 5 до 10 соток. Право выбора на делов родителям предоставляют в порядке очерёдности. Семья Яковчук в очереди третья. Когда наступает долгожданный момент, Татьяна не сдерживает эмоций. Ещё в прошлом году область была на последнем месте по исполнению указа президента о выделении на делов многодетным. По инициативе регионального правительства в закон о земле внесли ряд поправок. А муниципалитетам, у которых не хватало финансов на межевание, выделили субсидии из региональной казны. Теперь жители городов, где приняли акты безземелья, могут рассчитывать на получение участков на смежных территориях. Так многодетные семьи Тольятти, а на сегодняшний день более двух тысяч, которых не устраивают участки в Жигулёвском море, имеют право перейти в очередь Ставропольского района. Мы сейчас имеем достаточно свободных территорий в границах Ставропольского района, достаточно субсидий ещё, и уже порядка 500 сформированных участков свободных на территории Ставропольского района непосредственно под Тольяттинскую очередь. Поэтому всё двигается достаточно бодро. Мы проблему расшили. Я надеюсь, что до конца текущего года все будут счастливы. Региональные власти обещают оказать содействие муниципалитетам и в обеспечении участков необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Ирина Грумеза, Борис Кислица, новости о губернии, Тольятти. Экскурсию в будущее провели для самарцев на городской набережной. Как изменится исторический центр, показали наглядно, но это вариант ещё не окончательный. Предложений ждут и от жителей в рамках проекта на связи с губернатором. Все идеи можно направить напрямую к главе региона. Татьяна Пудова подробнее. Эта экскурсия по городу будущего прямо на набережной в режиме нон-стоп о каждом проекте. Что будет на месте завода Зим, Стрелки, Рек, Волги и Самары? Каким станет новый дворец бракосочетаний? Владимир Штейнберг живёт в историческом центре города. Его внимание сразу привлёк в проект по реконструкции Хлебной площади. Теперь с нетерпением ждёт, когда сможет прогуляться по обновлённым улицам. Главная улица имени Засекина продлена как раз через наши улицы, через фрунца, между Комсомольской и Пианецкой, как я понял, до Молодвардейской. То есть, может быть, как-то и нас тоже затронет. Ощущение как бы начала какого-то этапа новой жизни. В городе и даже вот лично у меня. То есть, дожить бы до исполнения этих вот планов просто интересно. Концепция реконструкции готова, но это ещё не окончательный вариант. Предложений ждут от жителей. Их мнения обещают учтут. Для этого горожанам предлагают заполнить специальные анкеты. Их раздают волонтёры. Данные с учётом непосредственно пожеланий и комментариев наших граждан будет учитано. И непосредственно строительство начнётся уже в следующем году. В целом строительство и реализация данного проекта рассчитана на 20 лет. А не верится, что это будет. Вот настолько кардинал, настолько качественное, эффектное предложение, что я привык к старой Самаре. Вот к Самаре, вот начало 20 века. Самара, вот послевоенная. И такой шикарный город. Вообще произвел очень сильные впечатления. Такой формат – одно из направлений масштабного областного проекта на связи с губернатором. Он был запущен по инициативе Николая Меркушкина. Подобные арт-встречи на набережной будут проходить каждую неделю. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям до 28 сентября. Татьяна Пудова, Егор Майоров, Новости губернии. 400 часов непрерывной музыки, 290 исполнителей. Эмоции подсчетам не поддаются. 41-й Грушинский завершен. Как когда-то один неделимый. Все эти пять дней съемочные группы нашего телеканала работали на Мострюковской поляне. Все, чем запомнился фестиваль в сюжете Нины Ваниной. Слышен песен, голос звонкий над кострами, над рекой. Старожилы говорят, настоящая груша начинается здесь. И каждый хотя бы раз должен преодолеть этот подъем и спуск до Мострюковской поляны. Грушинский не был бы грушинским, если после проливного дождя над поляной не взошло солнце. Все по традиции. Груши, в общем-то, это одна большая традиция. А главное, теперь авторская песня вновь звучит на одной объединенной площадке. Бразилия, Эквадор, США, Израиль, вся Россия. Вот такая фестивальная география. И в местах, в которых мы бывали, Люди в картах мира отмечали. Здесь были уже два раза. Мы очень просматриваем программу, чередуем всех любимых нам и авторов, исполнителей. Для меня это все очень-очень близко. И я это безумно-безумно люблю. И без этого жизнь не представляю. На 41-й фестиваль приехали по разным данным от 30 до 80 тысяч участников. Кстати, в этом году свой 70-й день рождения отметил бы сам Валерий Грушин. Впервые на Грушинском и Николай Мирпушкин в беседе с бардами рассказывает. Слышал о фестивале много, в том числе от друзей. Лучшего бренда для Самарской области, чем Грушинский фестиваль, нет. Такое разнообразие, такое количество людей, такое настроение. Конечно, нам надо все сделать, чтобы и дальше эта площадка была разнообразнее и разнообразнее, современнее и современнее. То, что поиграли в футбол, ну и раньше играли в футбол, я знаю. Место на Груши есть и песни, и спорту. Дружеский матч ветеранов Крыльев против команды мира. Николай Мирпушкин оформляет хет-трик. Счет 6-6. На творческих площадках все, от мала до велика. Тут нет возраста и профессии, есть только музыка. Понедельник уже? Да, мы рады, что мы едины, мы теперь вместе. Мы очень рады, что мы встретимся с теми друзьями, с которыми были по разные стороны. Вообще-то здорово. Это сцена «Остров Победа». На следующей Груши, в юбилейную годовщину Победы Великой Отечественной, ее решено расширить. Ты не войзло на дальнем пограничье. От Катюши передай привет. Пять дней музыкального нон-стопа от заката до рассвета. Нынешний фестиваль показал. Он меняется. Теперь обязанности организатора поделили поровну. Дирекция фестивальной поляны взяла на себя быт. На мост-руках стало чище и удобнее. А клуб Грушина, как и всегда, заведует творческой частью. Уже потом, на финальной пресс-конференции, за одним столом символично оказались два руководителя. Между ними музыкант Тимур Ведерников. Всех примирила, опять же, музыка. Я не был на этой поляне 8 лет. С тех пор, как случился этот дурацкий разлад. И я хочу сказать, что вот то, что произошло в этом году, действительно, это была абсолютно экстремальная ситуация. Но то, что произошло, то, что получилось, это очень здорово. И сама поляна преобразилась. Звезды Груши, вопреки разным прогнозам, приехали. Олег Митяев, Галина Хомчик, Александр Городницкий. Практически с каждым. Мои коллеги записали эксклюзивное интервью для нашего специального проекта «Грушинские берега». Апологеты бардовской песни признают. Музыкальные жанры трансформируются так, что дорогу молодым. Здесь все на равных. Я абсолютно, вот я не знаю, кто сейчас поет вот эту чудесную песню. Поет он великолепный. А может быть, это имя еще ни о чем не говорит. Что Грушинский фестиваль прекрасен тем, что это стартовая площадка для талантливых людей. Люди стали уже петь всевозможные, так сказать, рок-н-роллы и блюзы. Это просто новое дыхание бардовской песни. Я рад, что вновь очень много народу. А то слухи о смерти бардовской песни какие-то распускались. Но они оказались сильно преувеличены. 400 часов звучания. Если бы все площадки Груши 2014 соединили в одну, то этот концерт длился бы 17 суток непрерывно. В итоге 8 лауреатов, 11 дипломантов. Все они в финальном концерте. Слова наизусть знает каждый. Я люблю тебя жить и надеюсь, что это взаимно. Фестиваль дальше будет иметь свои площадки и за рубежом. Он станет международным. Он будет в разных странах проводиться под брендом, самарским брендом Валерия Грушина. Я всех поздравляю с сегодняшним праздником. И пусть Грушинский фестиваль будет жить вечно. Раз, два, три. Гора горит. До утра горит. Парад невест и женихов на площади Славы. Сезонный свадебный ажиотаж захватил Самару. В канун Дня семьи, любви и верности непосредственно на сам праздник 8 июля в регионе решили пожениться свыше 350 пар. Татьяна Потоцкая о тех, кто верит в хорошие приметы. Они привыкли жить на три города. Ирина из Самары, Максим Москвича познакомились вообще в Санкт-Петербурге. Но их семейная история начинается все-таки на берегу Волги. В день, когда особенно верится, что жить они обязательно будут долго и счастливо. Мы специально подбирали. Считаем, что данный праздник очень хороший до начала семейной жизни. Соответственно, наша семейная жизнь начинается с праздника двойного праздника. И надеемся, что Петр и Феврония нам будут всегда помогать в нашей супружеской жизни. 14 свадеб практически одновременно. Самый массовый фотосет. Женихов и невесты. Символичный парад. От площади Славы до памятника небесным покровителям семьи. Святым Петру и Февронии. История о том, как князь Муромский женился на простой крестьянской девушке, дочери пчеловода, которая исцелила его от тяжелой болезни, то ли сказка, то ли быль, да и были ли они вообще на свете, доподлинно неизвестно, но сам праздник уже стал не только церковным, но и светским. День семьи, любви и верности. Это в том числе и напоминание о тех базовых вещах, которыми жил наш народ, жило наше общество. Что такое семья? Это семья. Поэтому в большой семье должно быть муж, жена и пять детей. Вот если все будут к этому стремиться, и семьи будут полными, и благополучными, счастливыми, и страна наша будет яркой, красивой и счастливой. У меня четверо детей. Мы ждем пятого. Молодые получили памятные подарки от областного правительства, а после все вместе выпустили в небо воздушные шары в виде ромашки, символа праздника. День Петра и Февронии – один из самых молодых праздников современной России. Он был учрежден только в 2008 году, а еще самый семейный и самый народный. И это подтверждает статистика ЗАГСов. Только в этом году в Самарской области подгадать так, чтобы дата бракосочетания пришлась на 8 июля, или в канун 8 июля, решили больше 350 пар. В эти дни в регионе поздравлять будут и ветеранов семейной жизни. 8 июля, в сам праздник, 60 семей будут награждены медалью за любовь и верность. В целом, уже за пять лет этой медалью награждено в Самарской губернии более 336 семей. Те, кто прожил в браке 25, 50, 60 лет и больше, приглашены завтра в театр оперы и балета. Татьяна Потоцкая, Егор Майоров, Новости губерния. Награду за любовь и верность получат пары со всей области, прожившие вместе 25, 40, 50 и даже 60 лет. Медаль для Читы Бессоновых и Стольете станет подарком к их бриллиантовой свадьбе. Ирина Грумеза накануне праздника поинтересовалась секретами семейного счастья. У них не было пышной свадьбы, роскошной фотосессии и путешествия за границу, рассказывает Маргарита Сергеевна. Семья Бессоновых родилась скромно, а время гражданской церемонии в ЗАГСе уральского города Ирбит. Поженились по взаимной любви, когда невесте исполнилось 18 лет, а жениху 23 года. А до этого Валентин Петрович выдержал конкуренцию со своим другом и покорил будущую супругу красивым ухаживанием. Или гостиниц, или цветы. Это было всегда, каждый день я получала букет цветов, но цветы эти были полевые. В Тольятти семья Бессоновых переехала в конце 60-х. Оба трудились на автовазе, она инженером, он экономистом. Оба награждены медалями «Ветеран труда». Маргарита Сергеевна всегда была активисткой по жизни, а в 2003-м даже стала женщиной автограда. Почетное звание присвоили за умелое руководство организации «Женсовет». В секретах семейного счастья простой. Любить друг друга надо, чем меньше разворов. Терпение нужно терпеть, а то чуть-чуть скандал и разбежались. У нас тоже всё было. Всё терпели, перетерпели. Переломололи, и мука осталась. 60 лет? 60 лет мололи. Женщина должна быть гибкой. Гибкого ума. Умной. И немножко психологом. Чтобы упрёков друг к другу меньше было. А просто-напросто, если когда-то что-то и получится, то прежде чем сразу всё это высказать, нужно переждать какой-то момент. И когда пройдёт момент... У Маргариты Сергеевны и Валентины Петровича двое детей, пятеро внуков и один правнук. Они живут в разных городах, но соберутся вместе в день вариантовой свадьбы 21 июля. Вот это вот спокойствие, знаете, снисходительность какая-то, да? Вот оно так всё это нивелирует. Молодец. Вот это надо уметь. Вот. У мамы, наверное, можно поучиться, может быть, мудростью. Мы никогда маму не видели в разобранном виде. Вот, скажем, не глижели в каком-то... Всегда прическа, всегда улыбка, всегда настолько подтянутая, всегда с тонким очень вкусом, с тонким чутьём одета во всём, все детали. 8 июля супруги Бессонова приглашены в Самару, где получат медаль за любовь и верность. Прямая онлайн-трансляция торжественного мероприятия начнётся в 13.00 на сайте регионального управления ЗАГС, порталов «Волга-Ньюз» и «Волжской коммуны». Ирина Грумеза, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Ничья стала дебютом крыльев Совета в футбольной национальной лиге. Главный тренер клуба Франк Веркаутерен уже признал, что разочарован результатом. От нулевого исхода матча с «Химиком» из Дзержинска самарских спортсменов не спасла ни череда контратак. У втором тайме ни замена игроков под занавес второго тайма. За игрой следила Дарья Болгова. Очереди в кассы заметно меньше, чем в прошлом сезоне. Первый матч крыльев ФНЛ ажиотаж у болельщиков явно не вызвал. Однако те, что пришли в будущее, любимые команды смотрят с надеждой. Поддержать решила самарскую команду, чтобы у них всё получилось хочу. И чтобы они на следующий год вышли опять в премьер-лигу. Болеем за крылья, за Самару. Желаем всего хорошего. Крылья – это чемпион. К болельщикам присоединился и глава 63-го региона Николай Меркушкин. В начале игры «Химик» явно владел мячом больше хозяев. Однако уже к середине первой игровой части крылья смогли взять преимущество на поле. На 21-й минуте Махмудов ведёт мяч к воротам соперников, но пробивает выше ворот. Уже спустя 6 минут ситуацией владеет «Химик» от первого гола. Ворота крыльев спасла только штанга. Фанатов этот факт не смутил. Второй тайм у самарцев начался с череды контр-атак, но ни одна не отразилась на счёте. Опасный момент для крыльев – 58-я минута. Судье назначил 11-метровый в ворота хозяев. Под занавес игры главный тренер Франк Беркаутерен пытается спасти ситуацию, усилив линию нападения. За 20 минут до окончания матча на поле один за другим выходят Боляйкин, Елисеев, Полиенко и Цалагов. Конец игры. Счёт так и остался 0-0. Это был дебют ФНЛ, и очень тяжёлый получился экзамен, выдался для нас. И я считаю, что мы с честью с ним на данный момент именно сегодня, в этот вечер, справились. Игра была тяжёлая. Понятно, мы и ожидали такого накала, что будет очень тяжело, что большую часть времени нам придётся отсиживаться в обороне. Я игроки-болельщики, все мы расстроены, мы рассчитывали на другой результат. Это была сложная игра, и подобные нас ждут каждую неделю. Матч подтвердил те вещи, о которых я уже говорил команде. Им сложно забивать. Среди позитивных моментов отмечу, мне понравилось отношение футболистов к игре. Они боролись за победу до конца матча. Франк Беркаутерен также заявил, что ожидал от команды больше ударов, и реализовать ожидания он намерен в следующих играх. 12 июля самарская команда отправляется в Саратов на стадионе «Локомотив». Крылья встретится с местным соплом. Дарья Болгова, Дмитрий Алатрацев, Новости губернии. Праздник урожая с национальным колоритом. В Безенчукском районе в 16-й раз прошёл Мордовский фестиваль «Мастарава». Показали всё лучшее – песни, танцы, кулинарные изыски. О старинных рецептах и культурных традициях Анна Архипова. Хлебом и солью жители Безенчукского района встречали гостей праздника. «Мастарава», что в переводе – «Мать земля». Мордовский фольклорный фестиваль уже стал традиционным. Раз в год он собирает представителей ЭТОСа со всего 63-го региона. На этот раз среди участников – делегации из Пензенской и Ульяновской областей, а также Республики Мордовия. Лично я первый раз в Самарской области на таком фестивале. Вообще мы часто участвуем в подобных фестивалях, очень часто. Но именно в Самарской области впервые. Ну да, здорово, это объединяет, мне кажется. Весело, радостно. В Самарской области проживает более 65 тысяч человек, относящих себя к мордовскому ЭТОСу. Культурное наследие и традиции этого народа на территории региона чтят и сохраняют. Национальные костюмы, ремёсла и фольклор. В числе почётных гостей праздника – руководитель области. Рукодельницы преподнесли руководителю области множество сувениров, в том числе две рубашки, вышитые в соответствии с мордовскими традициями. Практически все участники мероприятия благодарили Николая Меркушкина за перемены к лучшему, произошедшей в 63-м регионе за последние два года. А также уточнили, что поддержит его на предстоящих выборах 14 сентября. Наш Меркушкин губернатор, сам он из Мордовии, обещал поднять Самару на высокий уровень. Николай Иванович, мы недавно были на фестивале у вас в Саранске, и только хорошие отзывы о вас слышали. И ни разу даже вашу фамилию не слышали, только Николай Иванович, Николай Иванович, Николай Иванович. В свою очередь руководитель области отметил правительство и в дальнейшем будет помогать национальным общественным организациям, и попросил присутствующих всю энергию направить на уважение друг к другу и конструктивное взаимодействие. И то, что вы пытаетесь здесь как-то проявлять свою культуру, проявлять уважение друг к другу, перенимать опыт друг у друга, жить дружно, жить в мире, это исключительно важно для нашей страны. За сохранение этнических традиций Николай Меркушкин поблагодарил Самарскую региональную общественную организацию, национально-культурный центр «Мастарава» и вручил памятные подарки. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, новости губернии, Безенчукский район. К этой минуте это все новости. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Регионы «Переменная облачность» и 23 со знаком «плюс». На востоке и юге местами до 25 выше нуля. Ночью в Самаре 17 градусов тепла. Днем в областной столице Итальяти «Переменная облачность» 25 выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин